Здравствуйте, я Максим Горохов. Сегодня мы беседуем с журналистом, издателем и писателем Александром Лапиным. Александр Алексеевич, добрый день. Добрый. Дальненько мы не встречались в этой студии. В прошлый раз, когда мы обсуждали здесь проблему писательского мастерства, мы касались широкого круга вопросов, который был связан с выбором героев, поиском темы, разработкой сюжета и так далее. Это был целый цикл передач, которые наши зрители могут посмотреть на ютубе и найти каждый из этих видео уроков, назовем их так. Там вы делились своим опытом, своим писательским багажом. Но с тех пор успели написать, выпустить новый роман «Суперхан». Он недавно вышел, уже появился в книжных магазинах, и здесь вы уже непосредственно в творчестве себя реализовали. Да, вот что сложнее, рассказывать другим, делиться опытом или непосредственно перед листом бумаги воплощать все это в своем произведении? Как оно вам удалось? Болтать языком, конечно, легче, потому что он без костей, и, как говорится, можно наговорить кучу арестантов и при этом ни за что не отвечать. А писать – это уже совсем другая история. Писать – это работать. И работать надо, как говорится, по-настоящему, потому что в нынешней ситуации, когда огромная конкуренция на этом рынке, и твой голос должен быть услышан, то, естественно, надо написать так, чтобы люди тебе поверили и стали читать твою книгу. А вот то, что касается, что мы встретились, не так давно встречались, то, знаете, я бы даже поспорил с вами. Почему? Потому что мы встретились сегодня уже как бы совсем в другой эпохе, в другой жизни. Да, я вот вчера вечером ложился спать, размышлял, думаю, как-то незаметно настолько жизнь изменилась наша, особенно нас, вот старых людей, настолько она упростилась, настолько она стала совсем другой, что такое ощущение, будто мы вернулись лет на 50, наверное, в советское время. Ну, во время, когда не было такой возможности путешествовать, во время, когда у людей не было автомобилей, они были привязаны к одному месту, жизнь была попроще. В этом времени есть и свои достоинства, и свои недостатки. Так вот, я его использовал и попытался сделать период карантина более плодотворным, потому что прекратилась езда, прекратились какие-то путешествия, и пришлось сесть на одном месте и писать книгу. Но зато вы в Фейсбуке у себя сообщаете о перевыполнении поставленных задач, срока, во всяком случае, да, вам удалось на три месяца или больше сократить тот период, который вы себе отвели для работы над Суперханом? Да, очень похоже. Пришлось сократить сроки, как у заключенного, да, вот, который сидит в лагере, ему делать нечего, чтобы сократить сроки. Или, как сказать, перевыполнить план, чтобы ему выпало дозу, чли там день за полтора или за два, за перевыполнение плана. И так вот мы этим и занимаемся. Хотя я не считаю, что это очень полезно и целесообразно. Почему? Потому что все-таки не хватает впечатлений, не хватает ощущений. Я даже вот сегодня иногда задумывался на том, что... А вот что, как можно писать там следующую книгу, следующую книгу, если ты не имеешь возможности сейчас подпитаться какой-то информацией, да? Ну, от простых возможностей съездить куда-то в Петербург или еще куда-то на место, где герой купить. Ну, это то, о чем вы рассказывали, эффект заземления побывать на тех местах, которые будете описывать, почувствовать эту атмосферу. Купить нужную книгу, и вот тоже ковид как бы нас приземлил на одно место, мы сидим на этом месте. И постепенно исчерпываем те ресурсы, которые накоплены. Но, с другой стороны, имеем возможность какими-то скромными радостями, забытыми или незамечаемыми нами в такой суетливой жизни довольствоваться. Да, вот та же природа, которую вы недавно написали у себя на странице, которая открывается по-новому, показывает свой ход перед глазами. Да. Какие-то детали окружающей обстановки, которые, в общем-то, и наполняют жизнь этими подробностями. Это правда, потому что я как-то поймался на ощущение, что сижу вот почти год уже, да, сели мы на карантин, когда еще шел снег, и как бы было достаточно холодно. Я помню, это последняя моя поездка такая, серьезная в Москву, по делам, это было 13 марта. 13 марта я вернулся, еще кое-где лежал снег, и вот уже с 13 марта, да, и уже... Уже опять кое-где он лежит. Да, уже снег опять лежит. Все это время я, как бы, живя в деревне, наблюдаю за природой, наблюдаю за тем, как растут цветочки, как падает первый снег, когда вылетают пчелки, когда выходят муравьи, вот. И последнее время там наблюдал за тем, как в предзиме вдруг божьи коровки в массовом масштабе возникли неоткуда, видимо, подумали, что весна пришла, летели. Так что вот приходится таким образом реагировать на жизнь. Ну, несмотря на тот недостаток впечатлений, которое вы описали, вот эта вот зарисовка такая, она все равно свидетельствует о том, что писатель найдет, на что обратить свое внимание. Да, и возвращаясь к вопросам писательским, вот хочу вас спросить о том, как работа над этим романом «Суперхан» повлияла на ваши какие-то тоже творческие приемы. Да, вот те вещи, которые мы обсуждали в предыдущем цикле передач, связанные с писательским мастерством, может быть, пополнились какими-то находками, которыми вы могли бы дополнить ранее сказанное. Да, и может быть, что-то неожиданное было для вас самого. Сложный, наверное, вопрос. Я даже, честно говоря, не готов, какими находками я там воспользуюсь. Какие-то, может быть, творческие методы иные применили, которые раньше задействовали? Методы применяешь, те, которые нужны для того, чтобы книга хоть каким-то образом заинтересовала читателей. Конечно, роман «Суперхан» о Казахстане. Естественно, что возникает сразу вопрос, для кого он предназначен? Для российских читателей. Ну, а так как он предназначен для российских читателей, то чем их можно увлечь? Казахстан для них – это далекая-далекая страна, в которой они очень слабо разбираются. Большинство из нас там не было, конечно. Да, большинство не было. Поэтому пришлось какие-то применять такие меры, которые заставили бы читателя сесть и прочитать эту книгу от всего до стих. Одна из таких мер – это вот то, что отмечают многие на сегодняшний день критики и читатели. Это то, что я применил прием детективный. Политический детектив даже называют. Хотя это, в общем-то, роман не детективный, а просто таким образом построенный для того, чтобы читателей заинтересовать. До этого, насколько я помню, я ни в русском кресте, ни в крымском масте никакого детективного жанра не применял. Пришлось вспомнить молодость. Я когда-то, когда начинал свою творческую деятельность, то первую я написал книгу «Чистый исток» о природе, об ее охране. Кстати говоря, и сегодня до сих пор актуально. Сегодня, может быть, еще более актуально. Да, а вторую книгу я написал детектив. Назывался «Следователь». Да, тот самый, который был потерян при переезде. Да, который потерян при переезде, да, и вот я до сих пор сожалею. Но тогда я это делал сознательно. Мы как-то на эту тему говорили. Я говорю, ну, чтобы стать мастером, надо научиться. Вот в то время я как раз учился, и поэтому я решил, что вот сейчас я сделаю книгу на экологическую тему, написал повесть «Чистый исток», очень прилично. А вторую решил, что я напишу детектив. И я как бы вот на этом деле набивал руку. А потом больше уже за всю жизнь ни разу не использовал этот жанр. Пока вот не возникла необходимость. А, кстати, вы рассказывали, когда работая над этой повестью детективной, вы консультировались с правоохранителями, с людьми, работающими внутри системы, чтобы какие-то детали не исказить и правду жизни передать. А вот работе над Суперханом, с кем вам приходилось дополнительно консультироваться, общаться, собирая информацию? Ну, в принципе, как бы работа над Суперханом – это постоянная вещь. Сколько лет я уже живу в России, больше, да больше уже 30-ти. Я постоянно как-то общался с Казахстаном, со своими товарищами, со знакомыми, друзьями. И находилось такое ощущение, как, говорится, рука на пульсе все время находилась. Вот, кстати, вчера пришло известие, что умерла женщина-историк, которая меня консультировала. Вот она в романе не в этом, а в предыдущем она присутствует. В Крымском мосту? Или в Святых Грешниках? В Святых Грешниках она присутствует. Один из крупнейших знатоков казахской истории, как ни странно, русской по национальности. Вот. Поэтому с этими людьми у меня был постоянный контакт, и я все время был в курсе. И вот эта история казахстанская, казахстанские истории, я бы сказал, они во мне все время жили, как бы, и бродили. Я почему, когда вот эту книгу выпускал, и как бы даже извинялся перед читателем, перед своими любителями, пытаюсь им объяснить, что да, Казахстан, но без этого невозможно сделать такую цельную картину. Потому что сам цикл «Русского креста» и последующих романов, они все взаимосвязаны, и они все вместе создают такую картину большой жизни, постсоветской и советской. И если вот этот суперхан, который несколько так особнячком стоит от остальных романов, если его изъять из этой картины, она получится неполной, да. Но мы же не в Советском Союзе живем, где там, как вот сейчас я изучаю историю Берия, где вырезали фотографию, тут товарищ Сталин, а тут был Ежов. Тогда Ежова расстреляли, взяли, отрезали от фотографий. Теперь один товарищ Сталин, а рядом товарищ Берия, а Ежова уже нет, да, он как бы выброшен из жизни, хотя он был и существовал. Поэтому я не отношусь к разряду тех людей, которые хотят выбрасывать какую-то часть. Если я пишу полотно, в данном случае как бы большую книгу, книгу жизни, то должна быть присутствовать и вот эта страница под названием «Суперхан». Ну то есть страну разрезали теми же ножницами, но вы не хотите отбрасывать эти кусочки, да, и смотрите, что в ней произошло. Страну разрезали ножницами, это едино. И Россия с Казахстаном, в общем-то, похожей по мироустройству, и по своим каким-то принципам власти, устроения власти, устроения государства, очень похожи страны. Если Россия империя, то Казахстан такая мини-империя, в нем тоже живет больше сотни народов, имеются какие-то свои определенные проблемы, определенные трения между этими народами. И на примере и сравнении Казахстана и России можно сделать какие-то выводы, потому что когда ты описываешь и не сравниваешь, то не высекается искра, не высекается понимание, не высекается тенденция, да, что это в принципе вещи одного порядка, что в России, что в Казахстане. Некая закономерность, которая проявляет себя в разных ситуациях, да, то есть универсальная, в постсоветском пространстве. В данном случае закономерность простая, потому что еще Иван Ильин в начале 50-х годов писал, что когда рухнет коммунизм, то соответственно все страны, ну он тогда говорил о Советском Союзе как о единой стране, обязательно будут проходить свой путь через авторитаризм. Никак невозможно построить демократические государства в постсоветской тоталитарной стране, перепрыгнув в этот момент. Поэтому ничего такого особенного и выдающегося мы не переживаем. Мы переживаем период авторитаризма, так же как и Казахстан, так же как и все остальные республики. Это закономерность. Пока не возникнет гражданское общество, пока не возникнут новые отношения, новые люди, которые будут считать, что демократия это высшая ценность по сравнению с безопасностью. До тех пор, собственно говоря, мы и будем барахтаться в этом времени. Александр Васильевич, вы этим произведением заканчиваете, как вы уже сказали, большой цикл «Русский крест», которое вошло несколько томов, шесть томов русского креста, затем еще были святые грешники, тоже косвенно связанные. Ну, Крымский мост, он немного особняком стоит. И вот в конце, да, Суперхан, там есть такая фраза, что ваш герой, он решает рассказать о пути того поколения, который он представляет сам. Да, о том, как оно жило, что он имеет право, пережив все эти трудности, оказавшись в насломе эпох, на то, чтобы его не забыли, да, знали, с чем ему пришлось столкнуться, как оно выстояло, преодолело. Вот, закрыв последнюю страницу Суперхана, отдав его в издательство, что вы можете сказать? Удалось ли вам справиться с этой задачей? Чувствуете вы, что вы реализовали то, что собирались сделать? Ну, это вообще-то должен ответить читатель, который, если все прочитает, мы попробуем это сделать. Ну, пожалуй, да, здесь главный судья как раз он. О, а по внутреннему ощущению писательница. Да, вот, по внутреннему ощущению такая бесконечная история. Кажется, что тебе уже не о чем писать, ты обо всем рассказал. А потом покопаешься внутри самого себя и находишь какие-то новые грани и новые открытия, да. Вот сейчас я работаю над романом о Берии, да, я уже на эту тему говорил, может, даже устал уже говорить, потому что я сегодня накрыт таким гигантским количеством информации, из-под которой я, в общем-то, пытаюсь все время выгрестись. Это уже работает над новой книгой. Да, и, конечно, эта новая книга, когда начинаешь ее как-то встраивать в свою систему мышления, ценностей, то она тоже ложится в эту же историю, потому что получается, что, чтобы понять и оценить наше время, да, нужно обязательно вернуться в эпоху Сталина. И вот это такая, я уже на эту тему говорил, такая болезненная вещь, которая меня, в общем-то, заедает. Да, но вы говорили, что, как все наши литераторы вышли из гоголевской шинели политики, вышли из сталинской. Из сталинской шинели, да, поэтому возвращаешься туда корням, к истокам. В моем романе описано позднесоветское государство, да, и вот на постсоветское, да. А здесь вы заглядываете... А как только ты пытаешься понять, почему было так и так, и почему вот сейчас так, значит, надо вернуться туда, где это государство закладывалось, да. Возвращаешься опять к эпохе Ленина, Сталина, к времени которой, и пытаешься понять этих людей, что за люди, как они, почему они вот так сделали, почему по-другому. Ну и вот копаешь, копаешь и удивляешься, да, если уж так... Такое, главное, открытие. Пошел разговор, нет, там открытий масса, я сейчас занимаюсь только документами, я перестал вообще читать всякие толкования, там, умных людей, пошли все в одно место, не буду говорить. В библиотеку. А сам сажусь и читаю документы. И вот я читаю документы, например, о том, как возникло советское государство. Почему вот такое устройство, да. Почему Путин сказал, что не Сталин, а Ленин виноват. И вот читаешь, каким образом на территории Российской империи возникли вот эти новые, новообразования, которые превратились в государство, а теперь они от нас отделились. И читаешь эту дискуссию между Лениным и Сталином, да, ну Сталин кто такой был, он тогда еще был один из функционеров, а Ленин уже был, о, глыба. И Ленин настаивал на том, что надо, Сталин говорил, не надо, ну, в силу своего характера, не надо им давать широкой автономии, все, они должны быть все в Российской Федерации, все эти образовавшиеся в Советской Республике, иметь какую-то небольшую автономию и все. И большой привет, и больше ничего. А Ленин, он был тактик, он говорил, нет, давайте мы сделаем их отдельными большими образованиями с политическими какими-то структурами и обязательно напишем, что они имеют право на самоопределение вплоть до отделения. Это ленинская формулировка. И Ленин Сталина, скажем, условно говоря, задавил и заставил вот эту формулировку принять. И эта формулировка сегодня привела к тому, что, значит, причем, когда этот разговор шел, никто даже об этом помыслить не был. Это был тактический ход. Ленину очень хотелось всех привлечь к себе, да, примазать всех этих национал-большевиков, там, грузинских, армянских, там, и прочих, и прочих, чтобы они за советскую власть выступили. И очень ему хотелось, ну, а это так вот, мелочь, небольшая уступка, которую мы им сделаем. Конечно, никто никогда не уйдет, там, все будут сидеть на месте. Сталин был против. В итоге ленинская формулировка легла. И вот я всегда говорю, как построишь постройку, да, изначально, вот как заложишь, так она и будет. И вот сто лет прошло, страна из-за этой постройки развалилась, да, все прекрасно знают, Советский Союз распался, потому что все имели право на самоопределение. То, что казалось незначительной деталью, мелочи, спором между большевиками, да, там, внутренний какой-то там раздрай, там, да ладно, дайте им, пусть они. В конце вылилось вот в такую историю. Распад страны, грандиозная трагедия. Вот сейчас я как раз этим и занимаюсь. Я читаю только документы. Ни толкования, ни какие-то рассказы, ни либеральные там воззрения, ни антилиберальные воззрения. Я для себя хочу понять. Для себя хочу понять, почему бы вот так. И получается, что, вот если возвращаясь к той истории, получается, что я снова, как бы, возвращаясь к той же теме, роман, да, хотя уже герои все ушли, до свидания. То есть героев мы уже не увидим. Мы их уже не увидим, да. Мы их отодвинули, оставили и все. Они свою роль сыграли, все. Но я переношу действия туда, вперед, да, и возникают опять вопросы, которые мы решаем сегодня. Получается, как эти вопросы образовывались, как закладывалось, почему, да. Почему мы сегодня имеем вот эту либеральную тусовку, от которой сегодня в российской жизни смердит, да, вот эти театральные постановки гнусные там всякие. Откуда это все появилось? Почему? Кто? Какие люди? Откуда эти у либеральной тусовки ненависть к нашему государству? И опять все туда, все назад. Я сейчас не хочу раскрывать эти секреты своих мыслительных упражнений. Но вот, вот, все-таки в конце своей жизни и деятельности хочу все-таки понять правду. Найти правду, докопаться, докопаться до своей правды. Не той, которую мне, значит, и как всему советскому народу преподавали там, значит, 70 лет в школах и так далее. И не той, которую сегодня нам несут пургут наши либералы, а той, которая была, вот, какая она была, кондовая, может быть, не очень красивая, не очень удобная, но какая была. Но вы большой любви к советскому периоду не демонстрировали раньше во время наших беседий и других преступлений. Но как-то ваше отношение, возможно, с вот таким углублением в этой истории изменилось? Я бы сказал, что оно изменилось в плане того, что я вижу какую-то вот... Материально обоснованность, да? Необходимость, да, и целесообразность того, что произошло. И я начинаю понимать, и почему были вот эти страшные репрессии, да, и почему были вот такие страшные законы, и почему в войну мы так вот бездарно первую половину войны проигрывали. А почему? Вот вы сказали несколько раз, почему-то это, почему-то, вот вы как это считаете, почему так? Могу сказать одну вот простую вещь, да, одну простую и понятную вещь, что в Советском Союзе в начале Великой Отечественной войны не было полководцев. И это факт бесспорный. И тех, кого Сталин репрессировал, как сказать, репрессировал, да, они тоже не были полководцами. Полководцев вообще не было. Никаких. Потому что это были участники Гражданской войны, которые умели только что травить газом свой народ, да, расстреливать из пулеметов крестьян, брать заложников, сажать их в лагеря и так далее, и так далее. Не было полководцев. Вообще никак. Лучший, гениальный, ну, не гениальный, лучший из наших полководцев, это Жуков, да, который в начале войны, из всех его великих побед, это была победа в маленькой такой стычке с кем? С японцами. Холкингол. Да, Холкингол. Все. Все. Все остальные это просто были дутые величины. Никто, ни Якир, ни Убаревич, ни Тухачевский, никто из них не был полководцев. И даже если бы их не репрессировали, ничего бы не произошло. Так же, как это не произошло, ничего бы, хотя остались Будённый там вообще, Тимошенко там и так далее. Это были люди абсолютно лишённые, какого бы то ни было, опыта военного полководческого и таланта. Вот. И только уже какие-то серьёзные полководческие какие-то дарования стали проявляться. Только когда? Только в 43-м году первый раз по-настоящему проявились хоть какие-то там... На основе уже опыта полученных. Да, какие-то там действия, да. А всё остальное это было просто... Не хочу даже на эту тему сейчас рассуждать, а то ещё обидятся на меня. Скажешь, ты не историк, ты писай. Я свою точку зрения выражаю, которую я на основе документов. Вот одно из моих открытий. Сегодня привыкли вот по старинке толковать. Сталин истребил, значит, верхушку Красной Армии, цвет, блин, да-да-да-да. Не было никакого цвета. Белых царских генералов, которые пришли в Советскую Армию, в Красную Армию в 17-м, 18-м, 19-м, в Гражданской войне, с 30-го по 33-й год всех выгнали из армии. Кого-то репрессировали, кого-то выгнали, да. Им не доверяли, их выгнали. Вот из них мог быть какой-то полководец. В основной массе их зачистили. Была такая операция, или как чистка весна называлась. Всех, оп, убрали. Остались вот эти герои Гражданской войны. Это что касается войны, Александр Ильич? Ну, это вот одно из. А вот еще вопрос такой. Я не хочу на эту тему, мы можем долго с тобой рассуждать о моих открытиях, которых я сейчас наделал массу. Ну, вот один вопрос хочу в этой связи задать вам. Вы ранее говорили, что вас удивляет та жестокость по отношению к, собственно, народу, которая в тот период присутствовала, да, избыточная какая-то. Вот сейчас вы как-то можете приблизиться к пониманию, чем она была вызвана? Да, если действительно много было продиктовано необходимости, телесообразности на данный момент. Ну, я не знаю, может быть, стоит это говорить, выговорится, может, не стоит это говорить. Там несколько причин, и как бы все эти причины я не могу сейчас, наверное, открыть. Но одна из причин заключается в том, что нужно было проделать в стране под названием Россия или Советский Союз операцию, которая, в общем-то, была противоестественной. И для этого переломать то, что... Да, для этого надо было все перевернуть верх ногами, если так вот говорить. А как перевернуть верх ногами? Ну, вот я живу в деревне, да, у меня большой дом красивый, там, сад, работают люди там, условно говоря. А есть еще в моей деревне, там есть алкоголики, да, есть мелкие жулики, воры есть, да. Всякие люди, как положено, в деревне имеется. Вот, что такое сегодня взять и сделать по-советски, да? По-советски это значит у меня, вот, кто рядом со мной живет, отобрать дом, отобрать сад, отобрать землю, да, выкинуть меня на улицу, поселить меня в землянке где-то там, или просто выбросить в оврах, и там, где мусор валяется, живи вот здесь. А вот алкоголик наш, наш там, вор, наши бездельники, дармоеды, которые тоже имеются в наличии, они станут главными. Они поселятся в моем доме, они будут жить, они будут управлять мною и говорить, ты должен иди, работай, отдай свое имущество. Вот, что такое было. Как это можно было сделать, перевернуть с ног на голову, здравый смысл прекратив, да? Как это можно сделать без крови и без свирепой жестокости? Никак. Но это делалось, это делалось на протяжении 70 лет. Это можно было сделать только страхом, только ужасом, который можно было навести. Даже там, по сравнению с Иваном Грозным, который сегодня фильм показывает, или с Петром Первым, они действовали в рамках здравого смысла системы, да? То есть, была частная собственность, кто-то был более работящий, кто-то был менее работящий, кто-то был вообще просто бездельник и дармоед. И, ну, в рамках этой системы они там кого-то поднимали, кого-то опускали и так далее, и так далее. И подгоняли, подгоняли. Здесь все было наоборот, здесь нужно было все перевернуть. Все, почему деревня оперирует в России, была крестьянская страна. И те же самые крестьяне, которые ушли из деревни и пошли в город, они и стали пролетариями, да? То есть, пролетарии, о, пролетарии, бог какая величина! И я же помню все эти разговоры, мать моя рассказывала, да? Она рассказывала, ой, что ты, мы были середняками. Ну, то есть, работали, у нас там было две пары быков там и так далее. Но нас никуда не брали, ничего не давали. А вот бедняки, кто бездельничал, они все были в почете, да? Они все были в комбеде, они были в сельсовете. Их возвышала власть над ними, говорю, вот вы, наша опора. То есть, нормальный мужик, мой дед, сидит, смотрит на это и говорит, ничего не понимает. Я ишачу всю жизнь, да? Пошу, сею, там, стараюсь, вся семья работает день и ночь. И мы, мы считаем все в этой власти просто отбросы общества, да? А вот эти дармоеды, бездельники, алкоголики, пьянь, рвань, они сегодня опора этой власти. Они есть самое главное, так сказать, люди в нашей, в нашей станице. У нас в станице была. Вот что, это одна из причин. Я сейчас не буду все перее... У нас нет на это времени, наверное, да у меня нет и желания. Я пока продолжаю копать, копать и копать архивы и всякие, и читать документы. Но это одна из причин. Чтобы так сделать, да, нужно было чем, каким способом можно заставить людей поверить, что черное – это белое, а белое – это черное. Каким? Уговаривать долго бы пришлось. Да, уговаривать невозможно было. Можно было только убить много людей, чтобы остальные просто в страхе сидели, вот так сжавшись. Но как только Сталин умер, я вот всегда говорю, что меня потрясает, потрясает, какие это были люди, сколько в них энергии было в Сталине, в Берии, да, во всех этих людях, которые строили социализм. Они сами рвались, жили из пастромок, работали как проклятые. Они и народ весь аж напрягли так, что народ надорвался, да. И все это строилось до тех пор, пока они жили. Пока был Сталин, все строилось. Был страх, ужас на котором строилось. И как только этот Сталин умер, и страх пропал, и все развалилось. Все пошло развалиться, потому что никаких других наследников у них не было. Возьми Никита Сергеевича Хрущева, возьми Брежнева. Это были люди, что от другого закваса. Они хотели жить, хорошо жить, наслаждаться властью и так далее, и так далее. То есть уже дальше пошла другая истезя. И прошло всего там, ну сколько, 40 лет, 40 лет всего прошло, и все развалилось. А что нам сегодня нужно? Все распалось и развалилось. Вряд ли этот страх, о котором вы говорите, да вы и первые будете, кто будет выступать против такой системы. Я, конечно, против. А что сегодня способно как-то людей мобилизовать и помочь им достичь новых каких-то результатов? Пришло время, когда каждый должен на своем месте творцом быть. Но для того, чтобы творчество было, для того, чтобы люди могли творчески себя проявить, реализовать, мы на эту тему уже много раз говорили, нужно создать какие-то минимальные материальные условия. Нищий не может быть творцом. Нищий, голый, обобранный человек не может быть творцом. Даже Берия это понимал. Когда он создавал свои эти шарашки, куда интеллигены, им там давали очень приличное содержание. Потому что раб не может быть творцом. Раб думает о чем? Он думает о куске хлеба, он думает о том, как прожить день, как угодить господину и так далее. А для творчества нужно хоть какой-то минимум материальных благ иметь. Ну и свободу тоже, потому что раб даже облагодительственными материальными благами, он же тоже не будет. Вот какую-то свободу. Уж сильно творить, не облагая внутренней свободы. Вот, собственно говоря, что нам сегодня нужно. Власть тоже, они тоже не совсем дураки. Какие-то детские школы там пытаются создать. Но это капля в море. Каждый должен быть творцом своей жизни и своей судьбы. А вот эти все старые представления, которые сегодня мне начинают там рассказывать. Я сам старый человек. Мне уже не надо ничего рассказывать. Когда мне начинают коммунисты там что-то говорить про советскую владу. Я все видел уже, все видел, все знаю, и мать моя знает. И мне сегодня помалкивают ни к чему. Возвращаясь к вашим словам о творчестве, хочется закончить нашу беседу пожеланием, во-первых, вам реализовать ваш творческий замысел. И чтобы мы могли результаты этого углубления в предмет, изучение документов, осмысления, нового взгляда какого-то, ознакомиться с ними, да, и что-то новое для себя почерпнуть. Ну и всем нам пожелать тоже творить на тех местах, где мы находимся в то время, которое нам доступно. Спасибо за эту беседу. Спасибо.